Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. На пилот-радиуме зовут Анастасия Николаева. Моисоведущий Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОВУМ и Павел Хилько, основатель детского клуба «Верхтормашками», психолог, арт-педагог. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это мы выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. Всё чаще в последнее время мы слышим о буллинге детей в школе. Это относительно новое слово, которое означает травлю и запугивание. Слово-то новое, а вот явление старое. В СМИ мы всё чаще встречаем сообщения. Подростки выложили в сеть видео с избиением одноклассника. Девочка покончила жизнь самоубийством из-за отравли в школе. Проблема, к сожалению, характерна и для нашего региона. Буквально недавно мы узнали, что первоклассники пытались задушить ребёнка в одной из тверских школ. До этого в Балаговском районе в школе избили ученика четвёртого класса. Почему детская жестокость порой переходит все допустимые границы? Об этом сегодня мы и поговорим. До эфира мы собирали мнения нашего подрастающего поколения. Обязательно познакомим вас с ними в рубрике «Детское мнение». Ну а видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале «Твериград». Итак, тема программы «Буллинг в школе». Давайте начнём с того, откуда у детей вообще возникает агрессия и почему появляется желание травить других детей. Ну агрессия у ребёнка несколько причин может быть. Но вот в частности, когда рассматривают буллинг, да, обычно это либо, как мы уже неоднократно говорили, отношения дома. То есть ребёнок копирует отношения одного из родителей. По отношению к себе или между родителями? Ну тут по-разному может быть. И может быть и отношения между родителями, то есть мальчик берёт или девочка берёт роль мамы или папы как агрессора, да. Либо по отношению к ребёнку, когда проявляется некоторая, ну не некоторая, а агрессия к ребёнку, любая, даже насилие. Насколько я понимаю, там другое слово используется, абьюз, да, когда в семье идёт. И ребёнок переносит свои вот эти вот негативные эмоции в среду, в которой, ну в социальную среду, в которой он общается. То есть в детском саду, либо в школе, обычно подыскивая более слабую жертву, так называемую, да, и начинает на ней вымещать свою злобу. Плюс второй случай, когда идёт это тоже, скорее всего, из семьи, из воспитания. Но это когда человек, ребёнок слишком сильно переоценивает себя, то есть такой некоторый нарциссизм идёт. То есть завышенная самооценка. Да, завышенная самооценка. Причём понимание есть завышенной самооценки двух типов. Есть адекватная завышенная самооценка и неадекватная. Ну это вот по психологии. Соответственно, если у него идёт некоторая неадекватная собственная самооценка, он ставится выше себя. Плюс низкое чувство эмпатии, то есть чувствительность к чувствам других. Соответственно, то же самое может быть. Он выбирает человека, который считает ниже себя в какой-то из характеристик, и, соответственно, начинается вот эта травля. Ну вот основные причины. Здесь бы я тоже, наверное, ещё добавил, что, если касается, что касается буллинга в школе именно, что именно сама конструкция школы, в принципе, она к этому способствует. Поскольку то место, где находится ребёнок, он туда приходит или приводит на первых шагах, оттуда он выйти сам не может. То есть он находится в таком определённом пространстве, которое достаточно его удерживает. И в ходе этого, конечно же, детям это не очень нравится. И те дети, которые не могут, скажем так, приспособиться к этой системе, у них, конечно же, возникает определённый конфликт и определённые претензии к данной конструкции. И это вытекает в том числе... То есть это дети недисциплинированные, неусидчивые, которые не могут исполнять пожелания учителей, правила? Ну, наверное, скажем так, что это дети, которые либо не хотят приспособиться, либо не могут. То есть здесь могут быть два таких аспекта. То есть тогда, когда ребёнок не может приспособиться, и такая нагрузка для него получается чрезмерной. И он реагирует на это достаточно агрессивно, потому что он не знает, как с этим справиться. Вот. Либо вторая ситуация, да, когда ребёнок понимает, да, что происходит, вот, понимает, как это... Особенно это происходит дальше, когда ребёнок уже, скажем так, какое-то время в школе находится, там, да, и он может понимать, как это работает, какие-то, скажем так, вещи принимать, под какие-то подстраиваются. Но со временем, со временем он находит такой вариант, что он, скажем так, дистанцируется от этого, вот. И в данном случае ему... ну, то есть он находит какой-то свой ход, вот, для того, чтобы находиться в этой среде. Ну, про среду, школу, детский сад и так далее. Тут, конечно, когда идёт разговор о детях, мы не должны забывать, что буллинг – это всё-таки общее понятие для любого возраста. Вот. А когда разговор идёт о детях, тут вопрос в работе самой школы, то есть педагогов, я не знаю, заучи, психолога в школе обязательно, которые должны делать профилактику и работать, в принципе, со всеми детьми, и тем более с теми детьми, которых обозначил сейчас Артём. То есть проводить некоторые профилактические... То есть предугадывать такие ситуации? Не то, что даже предугадывать, а, во-первых, они должны находить подход к детям. Настоящий учитель, педагог, как уже не раз отмечалось, в прошлой программе мы много говорили, они должны искать подход к детям и выстраивать свои отношения практически с каждым. То есть у нас идёт, в принципе, обучение топарное, то есть когда учитель объясняет и с кем-то начинает диалог. Кто-то отвечает, у нас же не толпа встаёт, отвечает. Соответственно, и отношения с каждым учитель должен выстраивать, он должен понимать человека. Отсюда должно быть принятие какое-то. Плюс мы уже говорим, наверное, забегаем вперёд, да, про профилактику буллинга в таких социальных средах, как школа и детский сад. Это некоторые мероприятия, которые помогают сплотиться коллективу и узнать друг друга. Тимбилдинг для детей, то есть? Да, естественно, тимбилдинг для детей, тимбилдинг в коллективе в любом. Если в детском саду не играют по группам, здесь они сидят отдельно, друг друга не знают, сбиваются в кучки, всё, на этом мы закончили. То есть если первый-второй класс — это физкультура, где есть какой-то вышибал, ещё что-то там, может быть, где-то баскетбол, потом всё равно они начинают разбиваться по мелким кучкам, а в школах сейчас даже бегать нельзя. То есть ребёнок просто не выбрасывает агрессию, а мероприятия никаких толком не проводятся. То есть тимбилдинг, небольшие старты, совместные работы, как в советское время было, вот мы до этого говорили, до передачи, возможно, у нас были субботники, у нас какие-то общие мероприятия были, выходы там, я не знаю, натурбазы, ещё что-то такое. Сейчас по факту такого я не знаю. То есть там, где может сплочаться некий коллектив. Понятно, что в любом коллективе найдётся белая ворона, и с той, с другой стороны, со стороны хищника, и со стороны жертвы, да, вот в буллинге два понятия. Но, тем не менее, это поможет, поможет придержать эмоции и выстроить отношения ребят друг с другом. Мы перед программой, как обычно, опрашивали наших детишек, и более старшим мы задавали вопрос те, кто учится в школе, сталкиваются ли они с агрессией в школе по отношению к себе, от учителей, от сверстников. А у детишек помладше, кто находится в садике, мы спрашивали, обижают ли их в садике. Давайте послушаем, что у нас получилось. Мне не нравится, что мой одноклассник, что он меня обижает, всех учеников, и это неприлично, неприятно, и что он меня обижает. В пятом классе я сталкивался с буллингом, меня задирал старшеклассник, семиклассник, попросил Светлана Николаевна, классного руководителя, разобраться, она пошла с ним поговорила, это не помогло, он продолжал меня обзывать, унижать, оскорблять. Я рассказала эту проблему родителям, маме с папой, они пришли, с ним поговорили, больше он меня не трогал, не задирал, я его регулярно вижу, все у него хорошо. В школе с агрессией я никогда не сталкивалась, но в моем классе есть мальчик по имени Миша. К нему очень плохо относились мальчики из параллельного класса. Однажды они его очень сильно подставили, они взяли свою вещь и положили к Мише в портфель. Потом они о пропаже сообщили своему классному руководителю, и эту вещь нашли у Миши в портфеле. И он стал виноватым, хотя он ничего не сделал. Меня раньше обижали в садике мальчишки, которые были больше меня, и теперь я хожу на дилдо и могу хоть кому вмазать. В нашем классе есть один школьник, и он обижает всех, и в том числе меня. Я хочу ему давать сдачи, но я не хочу с ним драться. Я очень добрая девочка. Вот такое вот у нас детское мнение. Мальчик ходит на дзюдо и может вмазать, а девочка хочет, но говорит, что она очень хорошая, добрая девочка, поэтому драться она не будет. Ну вот, слушая детское мнение, мне кажется, если его разбирать, тут всё раскрыто. Вот практически вся тема вот этого вот школьного буллинга мы здесь услышали. И старшие классы, и подставу, и травлю старших, и сверстники, когда просто ведут себя агрессивно. Ну где-то там просто задира, понятно, что там где-то были. Вот, и плюс, как от этого можно с этим бороться. Тоже было раскрыто вот в детском мнении. У нас сегодня оно прямо энциклопедия по данному вопросу. Вот, то есть, сразу, да, можно перейти. То есть, смотрите, когда мальчик сказал, что его задирал старшеклассник, и он пошёл, поговорил с учителем. Сразу можно дать совет всем ученикам, родителям, чтобы они объяснили ученику. В том, что пойти поговорить с учителем, именно с тем, кому ты доверяешь при подобных ситуациях, это правильно. Объяснить ребёнку, что это не стукачество, как они там говорят, или ещё что-то. Это абсолютно правильная ситуация, выстраивание своих границ, если кто-то на них залазит, от их, ну, как бы не может стоять в силу возраста или ещё чего-то. Это абсолютно правильно. Учитель поговорил с мальчиком, отлично, не помогло. Поговорил с родителями. То есть, доверительные отношения в семье, хорошо, отлично. Родители поддержали мальчика и пришли. Возможно, может быть, не они должны были говорить со старшеклассником, говорить с родителем, с школой или ещё как-то собираться. Но абсолютно правильно, адекватно повёл себя молодой человек в данной ситуации. И поддержка родителей, и поддержка учителя здесь просто приветствуются. Как там всё это было, непонятно, да? Ну, мы не знаем. Но тем не менее, по тому, что в конце концов это прекратилось, слава богу. Дальше. Я продолжаю? Да-да-да. Дальше у нас идёт что? По поводу того, что девочка рассказывала, что у них был в классе. Можно сразу определить, что в буллинге есть не только хищник и жертва, агрессор, а есть несколько даже сторон. Есть последователи хищника, которые готовы ему, грубо говоря, прислуживать, идти за ним. Примкнуть к банде. Примкнуть, да. Знаете, как в этих фильмах американских показывают, одна девочка задира, и вокруг неё постоянно подружки бегают. Есть наблюдатели, можно сказать, активные, которые могут стоять и обсуждать. Есть пассивные, уходящие в сторону. И ещё там некоторая градация. И все они участвуют в этом. Это все участники буллинга. То есть тот, кто, может быть, не поддержал, не защитил пассивный. Не рассказал взрослым. Не рассказали взрослым, не привели. Да, потому что пассивный наблюдатель, даже если тебя не трогают, почему нельзя взять и привезти того человека, который может помочь тому, кто страдает. Вот. Потом последователи. Понятно, что тут вообще вопросов нету, да. То есть это люди, которые подвержены лидерским качествам вот этого вот агрессора. Ну, лидерским, не в кавычках, но плохим лидерским качеством, негативных всяких характеристик. Соответственно, наблюдатели, обсуждающие это тоже непонятно, обсуждают, что они, что слабый человек кто-то, или наоборот, этот сильный, хороший, что они могут обсуждать? Выкладывать в сеть также, да, и всё остальное. То есть сейчас же ещё такое время, когда у нас буллинг распространяется в интернет. Да, да. То есть и травлю, может быть, в интернете, даже за счёт вот этих видео съёмок, там, фотографий или ещё чего-то. Плюс травлю на личных страницах, но это если мы попозже расскажем. То есть всё это участники буллинга. И вот как раз профилактика в школе должна проводиться в этом направлении. Вот. А девочка, которая это всё рассказала, считается тоже, грубо говоря, соучастником преступления, по сути-то. Но работы вот именно в этой группе проведено никакой не было. Она спокойно это рассказывает, там это продолжается или продолжалось. Мальчику что-то ещё подкладывают. То есть, ну, где работа? Где работа педагогов? Где работа психологов? Где работа родителей? Ну, и все молчат. Или мальчик вообще никому не говорил? Никто об этом не знал, кроме тех, кто в классе? То есть класс знал, никто больше не знал. Да не может быть такого. Вот просто не может быть. То есть вопрос серьёзный, как бы его надо решать. Это проводится профилактика. Ещё в случаях вот таких, могу подсказать педагогам, наверное, что если происходит это в классе, есть групповая такая, можно сказать, терапия, когда собираются участники буллинга, конкретные хищники-жертвы, и собираются несколько вот таких вот свидетелей. Наблюдателей, да. И, соответственно, выводится в постановке эмоций, когда им самим предлагается встать на место хищника, жертвы, и передать те эмоции, которые они могут испытывать. Вот. И когда человек начинает, ну, вот это чувство эмпатии проявлять и вставать на место того или иного человека, он больше начинает понимать, как плохо другому. Реально техника работающая, и удавалось и избежать, и погасить вот эту вот травлю. Это программа «Время и дети». Мы продолжим через несколько рекламных минут. Время и дети. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы разговариваем, как должны поступить родители, если узнали, что их ребенок подвергся буллингу. Мы говорим о буллинге детей в школе. Как вообще распознать буллинг? Как понять, что ребенок в школе стал жертвой, если сам ребенок не рассказывает об этом? На что надо обратить внимание? Подавленное депрессивное состояние? Ну вот смотрите, признаки на самом деле, да. Ребенок теряет настроение. То есть чаще в плохом настроении. То есть признаки очевидны для начинающейся депрессии. Хотя депрессия – это очень громкое слово, но тем не менее она может здесь развиться. А потеря аппетита, потеря настроения, меньше улыбается, меньше веселится, не хочет ходить в школу, не хочет делать уроки. Причем нужно понимать, что это может быть всегда просто. Ну просто человек не хочет делать уроки. А тут прям вот накладывается. То есть при наблюдении за ребенком, когда вы все-таки с ним общаетесь, да, его видите, говорите с ним каждый день, интересуетесь его делами, как-то с ним проводите время, вы заметите изменения. То есть когда скапливаются вот эти вот все признаки, возможно, даже болеть чаще начинает человек. То есть вот эта вот психосоматика все равно будет проявляться. Причем болеть реально. То есть он может простывать. Не симулировать, да, живот заболеть, там, я не знаю, еще что-то, не дай бог. Вот. И когда все это скапливается, это говорит о некотором... Это сигнал. Сигнал, что что-то происходит там, куда он не хочет идти. То же самое в садике бывает, когда, допустим, приходит новая воспитательница и начинает строить что-то там. Дети не хотят идти. У нас просто был такой случай, когда была смена воспитательниц, и через месяц весь садик, вся группа была в истерике. Все дети не хотели идти в группу. Начали разбираться. Вопрос был явно не в детях. А вот как начать разбираться, если на простой там, допустим, вопрос, прямой вопрос, что у тебя происходит, почему ты такой, у тебя какие-то проблемы в школе, ребенок на контакт, ну, не идет. Вот, может быть, прямо вот закрылся. Раньше были хорошие доверительные отношения, а тут ребенок закрылся. Что нужно идти к классному руководителю? Но видите, как показывает практика, классный руководитель сам порой не в курсе. Не поверю, что не в курсе. Классные руководители того, что происходит. Тот контроль, который есть в школе, кто-то все равно знает что-то. Это раз. Родители могут поговорить и с классным руководителем, и с другими педагогами школы, если ученик уже более старших классов, там несколько педагогов, с психологами, потому что, возможно, в его классе или в параллельном есть тот человек, который уже не раз замечен в травле детей, сверстников и так далее. Вот, соответственно, доверительные отношения, если с ребенком реально выстроены, то так или иначе ребенок вам откроется. Вопрос в том, что как вы к нему подойдете. Не с вопросом, эй, что настроение плохое, да, или еще что-то, а более плавно. Во-первых, нужно показать, что вы с ним, что вы его любите, это как бы никуда не уходит, и что вы на его стороне. Что он не виноват. Это вообще самое главное. Ни в коем случае не говорить, что, допустим, тебя ругают, что ты там, я не знаю, бегаешь плохо, значит, учись лучше, ты виноват сама. Ни в коем случае, да, это ваш ребенок. Вы его стена, вы его защита, вы его безопасность. То есть вы всегда на его стороне. Из-за того, что у ребенка какие-то вопросы с фигурой или еще с чем-то, то же самое. Это ваш ребенок, вы его родили, вы его ростите. Как вы можете его в этом обвинить? Соответственно, вы всегда на его стороне, вы всегда, а ребенок должен это чувствовать словами, делом и всем остальным. Если он это чувствует, он с вами поговорит. Так или иначе разговор будет. Если разговор совсем уж не состоялся, а родитель забеспокоился, трудно мне представить эту ситуацию, на самом деле. Вот никогда не общался, а тут вдруг начал общаться. Родитель решил узнать, как же дела в школе. То да, поход в школу и разбор ситуации. Но это надо выводить, потому что в крайних стрессовых ситуациях, во-первых, это психологическая травма. Травма, скорее всего, на всю жизнь. То есть, это остаток остается в психике, в голове. В чем различие взрослого буллинга и детского? Взрослому легче его перенести, потому что большой опыт жизненный и психика уже настроена. Адаптирована. Да, он адаптируется. Он может от него уйти, от конфликта. Он может его пережить. Он может его как-то выплеснуть где-то или еще что-то. Ну, то есть, подавить в себе крайне негативные эмоции. Покричать в поле проплоть два километра. И пережить. Пережить как-то эти плохие негативные эмоции. И уйти от депрессии, от последствий. Ребенок может с этим не справиться. Особенно дети с разными как бы характерами могут по-разному реагировать. Кто-то скажет, да вы что, я герой. Вот как дзудо, да, мальчик? Я сейчас пойду на дзудо. В мажу. В мажу, да. Я в мажу. А кто-то скажет, да блин, все, ну, меня теперь никто не любит, никто не ценит, все. Потому что один раз на вот этого мальчика или девочку, так сказать, наехали, потравили, и у него вот слабая сила воли и характер, он уже может зажаться и на всю жизнь зажаться. А как выводить ребенка из такого состояния? Если вот уже процесс этот произошел, да, разобрались с буллингом, разобрались с обидчиком, больше его не травят, но ребенок все равно остается подавленным, то есть в состоянии стресса. Тут эмоции, пережить вот эти вот самые эмоции и человека вывести на позитив. Техник очень много, техник очень много. Если вот брать то, что практикую я, это вот арт-терапия, то, соответственно, рисунки, лепки, показы, рассказы. Совместные. Совместные, конечно. В рисунках и в лепках можем отображать ситуацию, переживать ее, становиться лидерами, делать себе комиксы. Есть такое направление сказкотерапия. Она хорошо для маленьких, на самом деле для взрослых тоже. Не один случай, когда взрослые люди выходили... Так-так-так, давайте поподробнее. Да-да-да. Сказкотерапия. Выходили из ситуации, начинали писать сказки о себе. То есть они проектировали себе некоторую линию действий, план действий. То же самое... С хэппи-эндом. Естественно, с хэппи-эндом. Ну, странно наслушать сказку с грустным концом, да? Вот. Соответственно, и все это может помочь ребенку. Но вывести надо. Говорю, вот повторюсь, то, что я говорил. Во-первых, он не виноват. Вы за него. Он в безопасности. Вы его защитите. Все. Дальше идет просто проработка всего этого дела, улучшение настроения и всего остального. Память останется. Но вопрос, как он переживет этот момент. Что он оставит в себе? Сплошной негатив или стойкую стену в следующий раз перед подобными действиями со стороны другого? Вот. А что делать с учителем, если вот он понимает, что в классе возник буллинг? Да, безусловно, там вот вы сказали, что можно классный час устроить, проиграть всю эту ситуацию. Но при этом дети же выйдут из школы. И не факт, что эта ситуация за стенами школы не повторится, где уже преподаватель не видит, что происходит, и не знает. Мне тяжело поддерживать данную беседу, потому что для меня достаточно необычное понятие, потому что в тех образовательных средах, которые мы делаем, такого эффекта не возникает. И поэтому... Как вы этого добились? Хорошо, расскажите. Как вы добились такой идиллии, что такого у вас не происходит? Ну, это не то, чтобы идиллия, да. Дело в том, что взаимодействие между детьми, оно имеет конфликты, да, несомненно. Вот. Самое главное, чтобы эти конфликты, они не переходили действительно вот к таким сложным процессам, да, к буллингу и дальнейшим действиям, которые могут возникать. В первую очередь это то, что дети, скажем так, решают свои конфликты с помощью разговоров, да, между собой. И это всяким образом поощряется, да, и более того, им дается возможность это решить на первом этапе самим. Вот. То есть, если, но при этом этот процесс может наблюдаться, да, со стороны, то есть, не пристально там кто-то там как наблюдатель стоит между ними, да, при выяснении отношений, вот, а просто со стороны для того, чтобы кто-то сопровождающий, там, в данном случае, это может быть учитель, там, да, или родитель, да, чтобы они были в понимании того, что происходит между детьми. Вот. А из нашей практики там 90 процентов подавляющее большинство конфликтов дети решают сами. Вот. Причем не даже в физическом плане, вот, они каким-то образом друг с другом договариваются. Вот. Особенно в средах, которые связаны с... Но это характерно для маленьких групп. Для любых. В принципе, тут нет... Это характерно для групп. Я хотел как раз это вот пояснить, что если, допустим, конечно, взаимодействие происходит просто на улице с незнакомым человеком, да, тут маленький алгоритм другой. Но это не буллинг. Да, да, да. Поэтому это другой конфликт. Вот. А когда эта группа и устойчивая группа куда-то возвращаешься, да, то тогда действительно взаимодействие имеет определенную конструкцию. Вот. И в данном случае на первой стадии разговор, и причем разговор это не то, что там по, скажем так, пооскорблять у друга, да, или там какие-то еще такие агрессивные виды. Вот. А разговор с точки зрения понимания, да, этой ситуации, чтобы понять, каким образом, почему один одно действие производил, а другой другое. То есть конфликт возникает всегда, когда нет понимания действий другого человека. Это не только у детей, это и у взрослых тоже. Вот. И в данном случае детям нужно проговорить его. Вот. Здесь, говорю, что сторона наблюдателя или медиатор может включиться тогда, когда дети не могут решить на словах эту ситуацию. И тогда может включиться сопровождающий медиатор, вот, для того, чтобы эту ситуацию решить. Но чаще всего, опять-таки же, нужен вот этот момент, когда она возникает. И в школе как раз вот это очень тяжело уследить за вот этим моментом, когда, потому что территория большая школы, в классе большое количество детей, один педагог, он физически не может уследить за таким количеством детей. Вот. А это очень важно. То есть в ситуации, когда этот конфликт возникает, то тогда педагог может выступить как медиатором или родитель, там, кто угодно, наблюдающий за ними, да, и помочь им понять друг друга. Почему? Опять-таки не растащить в разные углы. Не растащить, не говорить, что все, давайте заканчиваем там и так далее. А наоборот, эту ситуацию продлить, вот, ее, скажем так, обезопасить, да, чтобы она была безопасна для двух сторон. Каким-то образом уменьшить уровень эмоций, потому что эмоции застилают конструктивное понимание, вот, и у детей тоже, в том числе, и у взрослых, все как у взрослых здесь, вот, и в данном случае дети, они хотят понять, почему это происходит, вот, почему такая ситуация происходит, для того, чтобы в следующий раз она не происходила, вот, и тогда, да, они вместе с, опять же, медиатором, да, медиатор, им позволяет высказаться каждому по очереди, прям как на суде. Да, но только это, на самом деле, одна из судебных практик, существующих сейчас, которая позволяет, без суда, ну, следующая уже, да, конструкция, медиаторы, прямо у них есть такие, обучают таких людей, которые до судебного порядка, да, пытаются урегулировать конфликты, вот, каждая сторона говорит свою позицию, потом, одна сторона говорит свою позицию, вторая сторона говорит позицию, они задают другу вопросы, то есть на понимание, почему так, и все конфликты решаются, то есть все практические конфликты можно этим решить, вот, вот только, очень много условий, что нужно, чтобы человек был в определенное время. Одно главное условие в этом деле, это открытая среда, которая существует у Артема, в его образовательном пространстве, да, и та среда сжатая, структурированная, которая существует в школе, то есть это тоже две огромные вещи, которые влияют на это дело. Это программа «Время и дети», мы продолжим разговор после рекламы. Время и дети будут рядом, не всегда они могут оперативно на эту ситуацию отреагировать. Вот вы дали советы для родителей, давайте дадим советы, может быть, для детей, а может быть, и даже для родителей, чтобы они рассказали своему ребенку, как лучше, как, что, ведь не правда, что лучшая защита – это нападение, что делать ребенку, если он стал предметом насмешек? Ну, мои личные советы, их будет, наверное, парочку, да, то есть, вот своих детей я учу, есть такая пословица про подарок, то есть, когда человек приносит вам подарок, вы его берете, чей это подарок? Ваш. А когда вы его не берете, чей он остается? Того человека. Если на вас ругаются, наезжают, и вы это принимаете на себя, то вы приняли, ну, вы почувствовали себя жертвой, да. А если не приняли, а дистанцировались, то он останется с этими руганью, вот, скричать в пустоту. Поэтому один из вариантов – это дистанцироваться, поставить некую стенку, такую между вами, да, и просто определить свои границы и не разговаривать с этим человеком, развернуться и уйти. Второй вариант – перевести в юмор, когда просто спрашивать, а что ты имеешь в виду? Вот он говорит, ты там, извините, очкарик, а что ты имеешь в виду? И он на нескольких, что ты имеешь в виду, начнет уже сбиваться. Он выявит агрессию, а может, плюнет и уйдет, или еще что-то там, но он собьется в своем буллинге, вот реально такое будет. То есть вопрос, почему или зачем, сбивает, на пятый раз сбивает всех. Там ответный троллинг пошел, на буллинг. некоторый троллинг, но более мягкий, более такой спокойный. Это второй вариант, да. Третий вариант, если вы почувствовали, но вас не сломили, но чувствуете, что троллите, ну, я не знаю, внутренне как-то силу воли подберите, может быть, спортом каких-то позаниматься. То есть, почувствовать себя увереннее в том, в чем вы сильней. И, возможно, показать это всем. И, в частности, тому, кто у вас болит. Ну, это своего рода поднятие самооценки. Вот я бы это и говорю, поднятие собственной самооценки, чтобы вас просто не смогли вот так вот затроллить. Ну, тут и пойдет и дистанцирование, и все остальное. То есть, как бы спокойно будете это все дело переживать. Ну, ребенок сможет пережить. Естественно, если он чувствует безопасность и защиту семьи, плюс желательно педагогов или тех, кто находится рядом, ну, вот случай Артема Тютера, и все остальное, но тут как бы еще дополнительная поддержка внутри ребенка будет. Вот, как бы такие простые вот. Я добавлю, наверное, то, что так вот экстраполирую эту ситуацию на действие, которое происходит с детьми и взрослыми на улице, когда взрослые являются, можно даже сказать, так, буллерами детей, потому что относятся к ним определенным образом. Вот, от своей, скажем так, стороны взрослых, к детям, вот, то здесь можно сказать следующее, что эту ситуацию не нужно замалчивать, да, и не нужно оставлять. Нужно по ней действовать. Вот, и действовать, ну, тут очень сильно зависит от ситуации, конечно, вот, но надо действовать. То есть, ребенку нужно воспринимать эту ситуацию, вот, как достаточно возможную к жизни. То есть, такое в жизни может произойти, к тому, что это произойдет, да, что это произойдет. Более того, еще раз повторюсь, если рассматривать это ребенка и взрослого, да, когда ребенок, особенно один, выходит в город, например, да, со стороны взрослых, он оказывается в очень, скажем так, в таком же как раз положении, что взрослые начинают к нему относиться как ребенка. Выделяется. Да, что ты здесь делаешь, почему ты ходишь, почему ты, значит, один, где твои родители, ну и поехали. То есть, это такое очень сильное воздействие на ребенка. Вот, или там, почему вы тут шумите там, и идите там, и так далее. Вот, значит, в данной ситуации дети, да, то есть, дети должны, могут, могут действовать, то есть, они могут отвечать, во-первых, да, вот, они могут отвечать и пробовать отвечать по-разному, для того, чтобы понимать, то есть, с каким взрослым как можно взаимодействовать, да, или там, в школе там, да, с одноклассником, или там, с человеком, который старше тебя, да, это очень все сильно меняет ситуацию и меняет как раз инструментарий, да, который можно троллить в ответ, там, можно какие-то действия производить, можно вызывать эмоции, самому демонстрировать эмоции, да, вот, это все надо подбирать под ситуацию, вот, самое главное, чтобы у ребенка к этому было нормальное отношение, то есть, понятно, что дело, что буллинг, это ненормально, вот, и это определенное воздействие другого человека на ребенка, да, вот, но это будет происходить, и это происходит во многих местах, вот, поэтому это ребенок должен вспоминать нормально и действовать в соответствии с ситуацией и придумывать различного рода механизмы, и чем более, скажем так, он больше вариантов переберет, тем лучше, единственное, что хотелось бы, чтобы это было в достаточно, скажем так, не опасных ситуациях, да, чтобы это не превращалось в какие-то там, увечья, да, здоровья жизни, что это должно быть достаточно безопасно, то есть, не надо выходить за угол и начинать испытывать весь буллинг с местными хулиганами, вот, но тем не менее, тем не менее, и действия, и в первую очередь, разговор, да, как начало этих действий, да, это, это, это очень важно, и это хороший тренинг для ребенка, то есть, его надо в этом поддерживать, да, что нужно, то есть, не сразу там в глаз бить, да, там, да, хотя тоже ситуация зависит, вот, но тем не менее, то есть, во-первых, можно и словом достаточно сильно воздействовать, вот, но и начинать, конечно же, нужно со слов, вот, если уже через несколько итераций, там, да, воздействия слова, не подбираются, а может быть, и подберутся, то есть, можно по-разному, опять-таки, еще повторюсь, действия, то же словами, можно прям воздействовать очень сильно, и ребенку можно порассказывать эти инструменты, например, да, хотя он, в принципе, можно сказать, если он пользуется телефоном и так далее, он многие инструменты знает уже, вот, в том числе, по противодействию буллингу, потому что есть и ролики подобного рода, вот, и так далее, вот, то есть, поддерживать его в направлении действия против этого процесса, против него, вот, самое главное, со стороны родителей, в данном случае, это поддержка, вот, и беседы на эту тему, то есть, это очень... У нас до конца программы остается буквально несколько минут, и финальный вопрос, а что делать, если ваш ребенок оказался буллер, но при этом вы об этом не знали? То есть, если вас вызывают в школу и рассказывают, что вот ваш ребенок терроризирует и обижает всех остальных, а вы даже не подозревали об этом? Ну, вы знаете, вот, как бы, с самого начала, то, что мы говорили, ситуации, когда ребенок становится буллерами, их может быть несколько. Одна из них, это какие-то агрессивные, негативные действия внутри семьи, и тут явно родители не будут сильно расстраиваться, что его ребенок буллер. Но тут вопрос к работе педагогов и, наверное, все-таки психологов в школе. И второй вариант, это, как я говорил, слишком завышенная самооценка ребенка в некоторых вещах, неадекватно завышенная, да, вот, но здесь, если родитель бьет тревогу, то надо, во-первых, говорить с ребенком, а во-вторых, все-таки не бояться и обратиться к психологу, к детскому психологу, к школьному психологу в первую очередь, который может посоветовать, что и как делать. И устраивать те же техники, вот как мы описали, педагоги, да, могут делать вот те же, в кавычках, третейские суды. Медиаторы, да. Медиаторы, да. Ну, как назвать. И, соответственно, или еще какие-то техники, которые помогут все-таки принять свою оценку на адекватный уровень, опустить у ребенка и принять окружающих людей так, как они есть. То есть, увидеть их сильные стороны и все-таки не так сильно агрессировать на слабые. Это была программа «Время и дети». Мы услышимся с вами ровно через неделю. И в скором времени видео-версия программы появится на сайте «Твериград». Всего доброго. До свидания.